Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Сейчас мы будем обозревать обзор обновлений. Очень много интересных обновлений, к примеру, печать души мастера, которую ни один работяга в жизни за всю свою игру не увидит. Его можно начинать аппать только при завершении усиления обычной печати души до 10.3. Давайте о чем мы поговорим. Наконец-то закончил я красные скиллы, взял щит мудреца, да, скрафтил, но об этом позже. Целую ночь бегал, искал Твинитас, их все меньше и меньше. Это обновилось, короче, Лев, Лев такой чувак с ником Лев на арбе. Вообще там по 500 килов у него, вообще такой трудяга, красава, уважуха. Каждый работяга, если он и один, ему скажет просто спасибо за его работу. Я сонный и мне все пофиг, а мне и так пофиг все. Артефакты, да? Давайте, с чего мы начнем? Добавлена система артефактов. Что это такое? Свои первые артефакты вы можете приобрести. Донат-магазин, адены, свитки, леи. Вот первые два артефакта. Один 60-го левела, второй 70-го. Это открывается еще одна гача усиления скиллоу. Мне выпало на арба и на пику. Я играл арбой, я мог бы вставить, кипировать данный скилл. При использовании умения он бы мне повысил маг точность. Да, если бы я арбой бы играл. Также тут можно ролить еще дополнительные эффекты, но нужны монетки. Самое интересное, каждый артефакт, видим, да, этот артефакт жрет 16 очков. Что это за очки? Очки зависят чисто от шмота, видим, от донатной бежи. В целом переточенная вот синька, пятый символ мечты. 43, да, обычные шмотки, пятые. Если мы посмотрим, да, видим, четвертая, двадцатая. Оно автоматически подсчитывает 32 вещи, которые лежат у вас на складе или в инвентаре. Не считаются вещи на аукционе. Кто-то говорил, что фиолетовый артефакт будет жрать 600 очков. Красный артефакт жрет 80 очков. Видим зеленый, 16 и синий, там можем предположить. Давай на пику посмотрим. Можно экипировать любой артефакт, он ничего не съедает. Убрать, экипировать. Дает при использовании умения, дарует положительный эффект, который увеличивает блокировку оружия. И также можно при помощи монеты капнуть. Вот, необходимо экипировать артефакт редкого ранга или выше. Вот эти активации, да, мы можем эффект получаемой ячейки. Еще рольнуть можем, эффект ячейки. Короче, еще одна гача с картами. Только я что-то не вижу этих карт в донат-магазине. Где они будут добываться? Потому что, если мы зайдем в создание другое, видим вот эти монетки, создаются при помощи камень-артефакта. А камень-артефакта, хрусталик, это реликвия, да, ломаем. Получаем хрусталик. И порошок камня-артефакта, он создается при неудачном трае артефакта. Ну, как карты класса Агатионы. Напишите, где вот этот свиток взять. Поиметь при помощи этого свитка. Порошок камня-артефакта. Легендарный свиток поручения аутического малорука. Это с босса какого-то падает. Я без понятия. Ну, тоже очень интересно. Короче, артефакты мы покупаем каждый день, да, сбрасываются. Видим 5, 20 миллионов. Также появились, видим, карты на 80 уровне с картами. Кстати, очень удобно добавили процентовочку на картах. Тоже круто. Видим карты высшего качества. Процент получения легендарного. Героического 1%. А если мы возьмем карты мастера, героический 8%. То бишь, карты мастера нужно как-то, ну, ориентироваться на них. Мастера 8%. 0, 0, 7 легендарный. И также мы можем за знаки поручения купить свой первый артефакт. К примеру, я на мага не знаю, что брать. Защиту, наверное, возьму. Вот. Чтобы он работал. Артефакт красный. Но нужно изучить имперское владение посохом 1. Яростная атака. И будет тогда артефакт работать и давать увеличивать точность, увеличивать урон от оружия. Но так как у меня вар, я не собираюсь тратить аденку. Это мне нужно, видим, фиол можем купить и красненький. Фиол 45 лямов. Но это не так уж много, если перекрафчивать свитки в башне дерзости. Спокойненько. Ну, не слезая со спотом. Мы выбираем вот такой сундучок. Я пока ничего не выбрал. Потому что защиту не хочу. Хочу в урон. Именно в урон хочу. Еще как бы поищу инфу по этому. То не знаю. Может и защиту возьму. Но мы выбираем артефакт. Он открывается как обычная карта. И появляется у вас вот здесь. И когда он будет, вы сможете его экипировать. Героический артефакт. Именно вот этот артефакт. Имперское владение посохом 1. Работает с крафтовой книгой. Короче, нужны ваши советы тоже. Еще одна гача. Еще донатные какие-то паки. На это не знаю. Посмотрим. Кратко. Это усиление ваших скиллов. Оно оценивает ваши вещи, которые одеты на вас. И 32 лучших вещи. Ну, обычная доильня. Доильня. Можете почитать. Зайти на сайт официальный. Эти предметы необходимы для получения эффекта ячеек артефакта. Вот монетки у тебя. Камень артефакта. Выдается при неудаче. Это трай, да? Количество камней зависит от ранга артефакта, как указано ниже. Трай героический 20. Редкий 1. Обычный улучшенный 0. Крафт монет. Добавлены коллекции артефактов, естественно. Естественно. Добавлена система печати души мастера. Вы никогда ее не увидите. Так, идем дальше. Запускается подземелье мастера Дворец Беоры. Для забущенных работяг. С 330 дефа, но можно зайти 70 уровнем. И как бы Дворец Беоры работает именно от вашего клана. Какой вы занимаете ранг. Без ограничений могут войти все. А дальше именно по рангам. Если ваш клан занимает ранг эксперт, вы можете войти в ранг эксперт. Если новичок, то в ранг новичок. Арфа. Типа курильницы. Ну, курильница там итем вставлять, да? Призывать. Задавайте в комментариях вопросы. Я отвечу, как всегда. Если знаю ответ. Ну, или вы не заблокированы. Так, идем дальше. Смотрим. Добавлены новые области вы на дрил. Давайте посмотрим, где эти новые зоны. Побережье Оракула. Святилище Евы. Лес Разложения. Цветное Нагорье. Новый босс Балок. Кристаллы Души. Завершается храм Зепара. У торговца гильдии Бронзового Ключа. Башней Дерзости. Можно купить растворитель высшего качества. Он вроде бы и был, если я не ошибаюсь. Выводится из продажи указанной ниже предметы. Торговец Альянса. Свиток поручения храма Энхасад. Мешочек славы с фрагментами рецепта создания героического предмета. Свиток славы со свитком модификации украшения. Часы храма рассвета. Мешок славы с драг камнем. Прекращается возможность создания указанных ниже предметов. Часы последнюю оружейню. Добавлены новые книги умений. Книга магии Полиморф. Добавлено новое снаряжение. Реликвия. Нижний доспех и пояс. Улучшенный редкий героический реликвия. Физощита плюс 8. Пояс физощита плюс 9. Макс грузоподъемность. Сопротивление крит атаки. Такой неплохой. Пояс бездны. Также коллекции. Добавлены новые классы. Вальдстоун. Не знаю какой-то в лохмотях. Как будто из Хогвартса кого-то сбежал. Визрит. Тут уже лучше рыцарский доспех. Но это как бы мечник. Дуэлистка. Авизар. Тут видно дракония чешуя какая-то. Блестит плащ. Такой интересный. Легендарный кранвелл. Арбалет орб. С пробудами. И на тот и на тот класс. Где-то я уже такое видел. Именно карта на арбаесе. Да. Ну и мифический класс. Элькартия. Ангел демонов. Демон. И демонисом. Бавлены вот такие вот классы. Добавлены коллекции новых классов. Естественно. Как же без них. Обновлены коллекции ивентовых книг об истории. Так крафтятся за пергаменты. И можно вставлять временные коллекции. Там хотя бы закрывать увеличение урона от умений. 5%. Очень хорошая кола. Добавлены временные редкие коллекции. Это что-то за алмазы. Изменены свойства предмета дар владетеля. А управление замком. Все понял. Из целей для поручений дворца Беоры удалены земли Аден. Изменен лимит поручений от статуи Энхасад. Они не сбрасываются при получении персонажем нового уровня. После улучшения прямо в игре можно посмотреть подробную информацию о предметах использования. Которые связаны с вероятностью. Лучше бы они в алхимию это добавили. Просто море ивентов. И храм Ундины. И замок. Все как вы любите. И клан мероприятия. Давайте мы начнем. Индиана Багги. Королевство воды. Расписание ивента. Короче есть зоны. В которых можно сделать скрины. Вы надрилем. Чем красивше скрин. Вы можете получить доп награду. А вот за участие. Карты высокого качества. Даже не высшего. Ну это бред. Золотой сундук СМ. Пять человек получат за хорошие скрины. Голосуйте. Ставите там оценку. Подписывайте. Заходите в фан форум. И отправляете скрин. И получаете гарантированно все участники. Да. Высокого качества. Ну это жесть. Так. И пять человек получат. Давайте посмотрим что же они получат. Религия энергия. Сундук высокого качества. Часами подземелья. На выбор три штуки. Карта редкого класса. Одна. Одноразовая. Карта редкого класса. Карта гатиона. Редкого. Камень жизни. Камень духа. Свитки модификации. Оружие. Доспеха украшения. Глассовенный камень жизни. Камень духа. Глассовенные свитки модификации. Это просто неимоверно. Пять человек. Счастливчики. Вот вам должна одна из этих зон понравиться. Сделать тут скрин. Описать. Почему понравилось. Там оценку поставить. Да. И отправить на форум. Все. Изи. Идем дальше. Писемка утром и вечером. Энергия энхасад. Фрагменты для создания. Свитки модификации. Оружие. Доспеха украшения. Реликвия. Древний свиток пробуждения. Так. Это мы оставим. Это что такое? Так. Ключ единства. Это в обители клана. Призыв на арене клана РБ. Теперь можно призывать не 4 РБ. А 8 штучек. То бишь Х2. Время отправиться в рейд клана. Судок славы и новое измерение. Тоже двойной. За прохождение. Зачистка катакомб. Отступ. Никау. Дополнительно будет даваться сундук. Независимости поражения и ничья. Победа. Цветок битвы. Магический пергамент. Магические фрагменты нового измерения. Сверкающее развитие и решимость использовать энергию. Накопление энергии 100% и увеличение опыта на 20% до 3 апреля. Так, период проведения ивента в замке, где мы фармим ордена. Два раза больше опыта. Теперь дропается адена на время ивента. И дополнительные сундучки. И дополнительный час еще. Также кристалл. Улучшенный кристалл. Реликвия энергии. Это один из указанных предметов. Так, подземелье храма Ундины. Вообще крутое. Подземелье. Видите, места входа. Вот 30 до 78. Один час в день. Тысячу адены. Вход. Выпадает. Донат бежа. Также расходнички видим. Кристалл. Улучшенный кристалл. Магический фрагмент. Чистый эликсир. Брошь веры. Чего не новый брошь не добавили? Всегда надо что-то покупать. А, кольцо. Да, не забудьте. Колечко. Вот такое приобрести. И 120 адены. Его можно, да, носить. И также добавляем в коллекцию. Добавляются два ежедневных бонуса. Наш любимый бонус с билетами Леи. Первый день даются билеты Леи на снаряжение. Я вот себе такое колечечко. Плюс две точности мне накинуло. И Лесик неплохой зашел. Вообще шикарненько. Так, идем смотрим, что тут. Видим карты, да, агача. Высшего качества. Теперь мы можем посмотреть процентовочку. Очень круто. Видим, да. 1% выпадения героической. Потом, ну тут расходники, часы. Там и реликвия. Восьмой день билет Леи донатной бежи. 15-й день можно троить агатиона. Наивысший ваш неудачный трои. Ну и 21-й день карта класса. В конце кристалл высшего качества. Там виталочка. Карты высокого качества. Ординат такой, баночки. Донат, видим донат. Карты мастера. Карты мастера, карты мастера. Финальная награда у нас редкий, легендарный. Вот 3 карты мастером. 8%. 8% выпадения героической. Это очень большой шанс. Там с 15 карт вам выпадет героическая. С большой вероятностью. То есть, позволяет получить выбранные предметы из списка. Или агатион, или на класс. 1500 алмазов на 7 дней. Карты лишними не бывают, если у вас нет эльвины. Переходим в донат-магазин. Видим, очень интересно. Очень много, да. Все подсвечивается. Давайте посмотрим. Припасы. Видим, подобавлялась тут. Реликвия, да. 10 реликвий. 120 алмазов. Цветки битвы. Очень интересно. Также вот такой вот набор. С расходкой. Бавчиками. Можно купить настойки очищения дополнительно. 54, 1200, 11 штук. Очень вкусненький пак. Вот это мне нравится. Можно выбирать между орденами, знаками, кристаллами. Что нам нужно. Вот что нам нужно, то мы и берем. Одноэтапный пак. Ну, прикольный пачок такой. Мы можем гарантированно создать карту или на класс, или на гатюна гарантированно. Ну, дороговастенькая как-то. Так. Карты класса очищения. Тоже такой за 500 алмазов. Трехэтапный пак. Мастера, да. И тут еще. Получается 9к алмазов. Карты мастером. Кристаллы души мастером. Расходочка и карты. Тоже еще один зареал. Алмазы. Вот такой бы я брал бы. Если брал бы, то вот такие бы алмазы. Карты и реликвии. Часики. Чисто покупка алмазов. К пакам. Видим, я два пака уже покупал. Ничего путнего там не дропнулось с гачи. Так. Если мы скупаем 4 пака, мы получаем 11 карт. По 11 раз. На выбор. Или гатюна, или на класс. Также. Постоянная коллекция. Вот эту я коллекцию закрыл. Увеличение урона от умений. Это тоже закрыть. Да. А вообще. Вот эти две закрыть. Нам надо все паки скупить. Чтобы их закрыть. В самих паках. Кристаллы. Неделья пробуждения. 5000. Кристаллы души. Кристаллы. Карты класса высшего и мастером. Вот в таких сундучках идет настойка очищения. За которую мы можем крафтить. Вот такой вот свиток уже почти все скрафтили. Со статами книги. Идут такие. Скорость атаки. И абсолютное уклонение. На милика книга. Попытаюсь скрафтить выносливость. МДР. И интеллект. Ну что скрафтится. Хоть одна книга скрафтится. Уже хорошо будет. Так. И на этой неделе у нас. Я скупал вот эти камушки. Очень вкусные. Там и по 350. И по 200. Когда он стоил еще 8000. Но. Со сменой класса. Да. Сменой. Классов. Можно было купить любой скилл. И поменять. К примеру грацию. Взять станка. И поменять на мага. Потому что на мага всегда заламывает цену. Популярный очень класс. Как и арбалет. Был. Популярный. Тоже там на него скиллы некоторые стоили очень много. То бишь я скупил 18 камней. Купил 2 пака. И сделал себе скилл. Плюс гачу на карты. Там да очки пробуждения. Вкусняшки разные. Присталы души. Вы тоже так можете делать. Вот скупать вот такие вот камушки. А после вот этих шансов. Я вообще не хочу покупать гачу. Именно с картами высшего качества. Потому что ну что это такое. Люди тащат фиол. Представьте. Судук очищения со святой водой. С материалами. Кристалы души. Ну вот. Такое можно покрафтить. Кристалы души лишними не будут. Точно не будут. Часики. 26 часов. Храм рассвета. Могу скрафтить. Как бы щит мудреца. Да. Видим. Крутой. Терема. На 10 секунд. 10% защита от урона. И там от пары скиллов. Смотря какой силы скилл. Да. Какого буста персонаж. Не знаю. Посмотрим как он работает. Если от стана будет защищать. Как-то там. Ну я не уверен. По идее от каких-то пары скиллов должен защищать. Ну как работает. Я не знаю. Образует вокруг меня щит. Там кстати. Если ты ждешь видео со свиньями. То я так подумал. Это очень жестко. Я какой-то другой конкурс может придумаю. Сильно много внимания данному альянсу. Как бы. Ну. Я вообще первый раз увидел этот альянс. Никогда не видел его. Что это за альянс? Откуда он прилетел? Ну. Откуда он прилетел? Их там сильно очень обижали. Очень сильно. Потому что. Ну. Они такие обиженные. Писец просто. На этом все. С тобой был твой друг. Дядюшка Розе. Пиши комментарий. Что я пропустил. Возможно что-то пропустил. Потому что я сонный писец. Давайте. Всем до новых встреч.